Добрый вечер, дорогие друзья! По нашей традиции, это уже 16-17-3 год, мы в нашем замечательном татарском культурном центре собираемся в нашем собрании украденном, аркафаг, как уже было замечено, не только женщины, но и уважаемые мужчины. Сегодня только двое, хотелось бы, чтобы было больше, иншаллах. И сегодня у нас, я очень рада здесь поприветствовать нашего друга, замечательного человека, не только для татар, но и для всей нашей России, которая сделала очень-очень много, тем самым поднимая нашу нацию на очень высокий духовный и спортивный уровень, нам это очень приятно, потому что за каждую женщину, девушку мы очень сильно искренне переживаем, полеем, и у нас в нашем клубе аркафаг именно всех такие значимые, все, каждый в своей неделе очень преуспел. И вот сегодня я хочу представить пятикратную чемпионку мира, пятикратную чемпионку Европы, заслуженного мастера спорта, трехкратную обладательницу Кубка мира по синхронному плаванию, Аликову. Браво, браво, молодец. Ну а потому что она, мы ее знаем не только по спортивным достижениям, и вот уже второй год Москва проводит татарская, Москва татарская проводит большой фестиваль в рамках детского международного фестиваля «Мой дом Москва» на Урабьевых горах, день татарской культуры, Москва татарская. И второй год Анися ведет этот концерт. Очень, очень успешный, очень молодец. В прошлом году она вела с детьми, участниками Дворца пионеров, участниками театрального кружка. А в этом году она вела с нашими девушками из нашего компакта, с Укрой и с Ильясом, которые нам придут. Со студентом Ильясом, кто был, видел. И вот я считаю, что это тоже очень для нас большой успех, что мы талантливы не только в каких-то отдельных своих достижениях, видах или культуре, или спорта, но талантливый человек, талантлив во всем. Анися, рахмель, садья. Аня, спасибо за такие действия. Ну это правда, мы должны знать своих героев и лицов. Это очень, очень хорошо. И говорят же, человек, который на этой земле делает много добрых дел, и Всевышний тоже одобряет. И для того мира мы тоже делаем вот этот вот вклад. Он наглядший говорит спасибо вам, и я доставлю вам слово. Дорогие друзья, мне очень-очень приятно быть сегодня здесь. Давайте построим нашу встречу на совершенно неформальной установке. Задавайте любые вопросы. Я постараюсь рассказать максимально подробно и интересно о том, что такое спорт, о том, как это сложно, как это прекрасно в одном ключе. Есть у меня для вас три конкурса, разыгрываем большие подарки. Вот поэтому я думаю, что должно быть интересно. Еще у меня есть фотографии, которые можно пустить на слэдж-шоу или и посмотреть видео. То есть все, что вам желается. Я думаю, что можно начать с видео, посмотреть, как это было. Чемпионат мира в Бонсероне, где мы называли 7 золотых из 7 возможных галей. В этом, по-моему, сельмяжный суть, да? Правильно. А за кого мы болеем? Вот первая, да? Нет, которая вот. Правая. Вот эта. Да, да. К нам попали. Если вы еще стоите, то в России не шли. Но ты не самый высокий, если бы. Нет, я третий был, с этим. Молодец. Все, теперь можно спокойно смотреть. Вот. Волнение, конечно, колоссальное, потому что одно дело выигрывать за первый раз, выиграть за эту медаль. И совершенно другое дело, когда тебе нужно каждый год доказывать, что ты сильнее всех в мире. Это, конечно, очень сильно давит. Примечательно, что мы делали композицию Кармен именно в Испании. Зал, трибуна была огромная. Это был футбольный стадион. Да, психологический. Да, психологический момент. А здесь, конечно, я увлечу. Я могу вот так вот. Да, стрелочка. Команда очень ответственная, потому что это трудно. Да, сильная команда. Сборная России по синхронным плаваниям уже на протяжении 20 лет выигрывает золотые медали. 20 лет благодаря нашей несомненной, несравненной Татьяна Николаевна. В жесткой руке. Он насменился, да, сейчас? Нет, что вы? Нет. Что вы? Она, как и прежде, ведет девочек к золотым виталиям. Ее слово «закон». Да. Она герой России. Показываем, покажем. Показываем сейчас. Вот. Здесь есть небольшой перерыв. Можно немножко отдохнуть, но... Он напоминает у нас ладок 4 ауна. Вся программа... Не, не довольны. Не, движение там. Все равно вся программа на руках напряжение. То есть, все четыре минуты, это... Непрерывная работа. Сейчас я не найду спорить, если вы сейчас спрашиваете. Знаешь что? Пусть записывается. Дайте записаться. Пусть записывается. А статичный отдых – это когда вы статично стоите? Ну, там же ногами надо, чтобы не утонуть, да? Ну, статичный – это когда ты с морсика стоишь, когда получается статичное. Тогда, конечно, это все динамико. Ну, все-таки передых-то тогда, тогда вы все-таки на месте, да? Или воздух такой небольшой? Ну, я бы, наверное, не называла в этом программе спорить. Нет, статичный момент. Ну, в принципе, да. Когда ты ничего не делаешь, музыку мы не слышим. Нет, слышим. У нас есть подводные динамики. Подводные динамики. То есть, мы слышим абсолютно эту музыку, что наверху, что так ли она играет под водой. Каждое движение, оно рассчитано по счету. То есть, вот, вся пусата рассчитана. Мы каждый день пройдем по часу, чтобы ее рассчитать. Каждый день. Вот, знаете, когда стучат, знаете, по палке металлической. Да, да. Там вливают пол, вот, еще, чтобы я помочу. Ночью разбудить. И холод, и холод. Собираем. Это был заключительный старт соревнований. Мы здесь уже все уставшие. Конец чемпионата. Вода в бассейне была очень кларированная. Очень болели глаза. Потому что мы работаем без очков на соревнованиях. Глаза красные. Вольно, но ничего не поделаешь. А хранитарщики сколько? Четыре. Четыре в семье. А скажите, вот выступление одно оценивается, да? Или два? Нет. То есть, обязательно это там... Да, оцены состоят из трех оцентов. Должны впечатления. Но выступление одно. Одно, да. Одно. То есть, это вот одно выступление. Да, конечно, были там и дуэты, и соло, и дуэ. Нет, это мальчик. Сейчас с мужчиной плавают. Да, сейчас нас мужчиной плавают. В ее петербурге. Мужины, да. Сейчас расскажу про нашего золотого мальчика. Пусть пока про себя. Мужины, да. А вот в номерах все одинаковые функции выполняют, или есть какие-то будущие? Именно в этой программе? Да. В этой, да. В этой, да. В этой соло, и дуэт. Вообще, это комбинированная программа. Комбинированная программа, это она включает в себя комплекс всех видов программ. То есть, и дуэты, и группы, и соло. У всех, казалось бы, все мы делаем одинаково, но у всех абсолютно разные партии. То есть, если, допустим, я вот со своего места стану друг другу. Вон, наверное, ваша, да? Да. Вот наша золотая тяга. Слева. Слева была. Справа, это Елена Артольевна Женова, помощница. Примерно. У нас, да, у нас есть капитан, вот. Вот, да. Да, есть. Страшно. Да, есть, у нас была команда Наталья Ищенко, пятикратная олимпийская чемпионка. Вот, сейчас дела ребеночка, и после рождения ребенка она сумела вернуться в спорт. Молодец. Выступить на Олимпиаде, то есть... Это капитан команды общей, или вот ваши братья, вот вот это ли? Ну, это является вообще нашей командой, потому что команда 12 человек, и если капитан, то капитан на все 12 девочек. Вот. Как заметил Дмитрий Губергер, что Датьяна Николаевна наверняка, может быть, не будет довольна нашим достопрением, есть такое, что она всегда замечает, даже если у тебя золотая медаль уже виситых людей, она все равно скажет, что здесь не так, здесь не это, здесь вот то, даже на Олимпийских уровнях. То есть сколько девочек, сколько поколений сменялось, мы же все общаемся тут с другом, и они всегда говорили, что не было такого, что она сказала, класс, супер, максимум, ну, ничего, ладно, так, вот, так что, похвала Татьяне Николаевне, наверное, не дождешься. Ну, а для вот это стимул, или наоборот, это стимулирует, или это, лучше не дохваливает. Покажите, покажите, где, где они все. У нас, вот здесь мы поняли, что настал долгожданный отпуск, нас отпускают на месяц, мы можем вообще насладиться обычной нормальной жизнью. Вот. Труд очень, очень тяжелый, конечно. Спорт вообще тяжелый. Да, очень тяжелый, и если вернуться, например, к теме о том, что Татьяна Николаевна никогда не хвалит, она все время, мы никогда не едем победителями на соревнованиях. Она говорит, вы, как бы, ну, да, каждый год одна и та же фраза, вы в том году выиграли, ну, там этих не было, там вам ладно, повезло, об этом будет все по-другому, чем вы поедете. То есть мы едем с совершенным ощущением того, что мы... Вы знаете, сейчас начало. С трудной задачей. Да, то есть мы, конечно, вред, который нас хвалит, но это, видимо, методика, она правильная. 20 лет, ты не дали, значит, она делает все правильно, и тем более, когда нужно построить и молодое поколение, и уже именитых олимпийских чемпионов, как их всех собрать вместе, потому что когда у тебя олимпийская медаль, например, на груди, естественно, это соответствующее поведение, но она... И как вот собрать, да, как сказать, по сути, спортсмен уже достиг такого уровня, а тут ему надо заново проходить все то, вот как с нуля. И если бы, наверное, гладили по головке, наверное, у нас бы ничего не получалось. Вот, поэтому... Это в любом деле, наверное, так. Да, а вот это заново с нуля, иначе ты никогда... Я прошу прощения, автографию-то не рассказал, наверное? Мы с вами начали, мы с вами начали.